Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Поэтому я надеюсь, что в большей степени смогу находиться с вами в диалоге, отвечать на ваши сообщения с сайта, смс-сообщения и на ленту. Поэтому напоминаю, что наш телефон прямого эфира 495-7373948, а смс-ки принимаются по телефону плюс 7, 925, 4 восьмерки и опять 948, 94,8 это частота радио говорит Москва, легко запомнить. Еще раз. Телефоны. Телефон. Плюс 7, 495-7373948, смс-плюс 7, 925, 8, 8, 8, 8, 948. Мне показали все кнопки и рычаги, почти все, которые ни при каких обстоятельствах нельзя трогать. Мне представили список слов, которые я должен выучить, я уже почти выучил его, которые ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в прямом эфире. Надо сказать, что мой словарный запас расширился, и теперь я знаю много новых слов, которыми я буду характеризовать политику наших российских либералов, но вне эфира. А пока я должен сказать, что у наших представителей, наших официальных экономических властей появился новый фетиш. Вот в условиях, так сказать, огромных проблем, вызванных в значительной степени их собственной деятельностью, в условиях, когда у нас валится рубль, когда у нас очевидным образом падает благосостояние, в этих условиях вдруг стала очень сильно муссироваться тема, что да, конечно, но у всех, кто критикует, нет никаких позитивных предложений, это просто критиканы, которые не стоят даже подметок декана факультета непереводимой игрослов, поэтому я выучил. Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета господина Кудрина. Чему уж учат в виде этих свободных искусств и наук, я не знаю, но идея, что нет никакой позитивной альтернативы тому бреду, который осуществляется государством, вот эта идея начала пропихиваться очень интенсивно. Поэтому я предлагаю вам голосование, потому что понятно, что альтернатива есть. Это то, что обычно связывается, ну, в наиболее яркой форме это связывается с именем Глазьева, с именем многих других патриотов, но на самом деле это простой, обыденный, здравый смысл и это мировой опыт. Все страны, которые стали развитыми на этапе зрелости финансовой системы, которая соответствует нашему уровню, они все ограничивали спекуляции, в первую очередь финансовые, ограничивали произвол монополий, занимались модернизацией инфраструктуры, если не было денег, то за счет даже увеличения бюджетного дефицита, ничего страшного в умеренных масштабах в этом нету. Кто этого не делал, тот не становился развитым, примеры, вся Латинская Америка, Южная Африка, многие-многие другие страны. Так что, первое, значит, вопрос, что делать, чтобы жить нормально? Что должно делать государство, чтобы страна жила нормально? Первый ответ – ограничивать спекуляции и модернизировать экономику, обеспечивать развитие, то, что говорит Галазьев. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Второй ответ – это продолжать либеральную политику в стиле Гайдара, в стиле девяностых, которая осуществляется сейчас, и мы слышим адептов этой политики из всех щелей. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть. И, наконец, последний, последний ответ – что жить нормально в России невозможно, поэтому нечего и рыпаться. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать семь. Еще раз, значит, для того, чтобы жить нормально, нужно проводить экономическую политику по Глазьеву, ограничивать спекуляции и обеспечивать развитие дешевыми кредитами. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Второе – жить по нынешнему правительству и банку России, чтобы жить нормально. Плюс семь, четыреста девяносто пять, сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть. И можно не дергаться, потому что жить в России нормально нельзя. Плюс 7, 495, 134, 21, 37. Последнее звучит эпатажно, но на самом деле, дорогие друзья, вот именно от нашего бизнеса я все чаще слышу именно последнюю оценку. Причина в чем? Причина в том, что наш бизнес сложился на спекуляциях. Это не его вина. Ему создали условия, в которых было бессмысленно заниматься производством или почти бессмысленно. Бессмысленно заниматься развитием. Были периоды исключений, но это не очень большие периоды. И в целом наш бизнес, он занимался финансовыми спекуляциями, в крайнем случае торговыми спекуляциями. И люди, которые четверть века привыкли, в общем-то, спекулировать на финансовом рынке, которые не представляют себе возможности другой жизни, когда выходят люди, которые говорят, «Ребят, а вы знаете, что деньги, выделенные на строительство дороги, не должны отправляться на валютный рынок для прокрутки?» Этим людям кажется, что если так будет, то мир рухнет, жизнь кончится, встанет из могилы товарищ Сталин и всех перестреляет лично. Я совершенно не утрирую. Это реальность, которая существует, слава богу, не на самом деле, но она существует в головах очень и очень многих людей. Теперь, нет, слово «вредительство» не в списке запрещенных в эфире слов, я его употребляю, просто в правительстве есть некоторое количество честных людей, которые, на мой взгляд, занимаются неосознанным вредительством. Поэтому, чтобы не заниматься слишком углубленной сортировкой фекалий либеральных, я использую обобщенные термины. Но, несмотря на то, что у нас происходит на рынках, действительно, есть тем не менее и позитивные новости, меня все время упрекают, что я говорю о том, как все плохо. Вот положительные сальды счета текущих операций платежного баланса, то есть то, сколько страна наша заработала в 2015 году, выросло почти на 13%. С 58 миллиардов долларов в 2014 году до почти 66 миллиардов в 2015 году. Это результат парадоксален, потому что положительные сальды внешней торговли, экспорт минус импорт, до тех же годов сократился почти на четверть. В 2014 году было почти 190 миллиардов, в 2015 году чуть больше 145 миллиардов. Вот внешняя торговля, положительная сальда внешней торговли у нас упала, но осталась большим и положительным. При этом уменьшились отрицательные сальды по торговле услугами из-за, понятной, девальвации рубля. Уменьшилась отрицательная сальда по оплате труда, потому что уехали не только многие трудолюбивые соотечественники Средней Азии, но и многие высокооплачиваемые западные экспаты, на долю которых, я подозреваю, приходилась значительная часть этих самых доходов. И поскольку против нас осуществляют кредитно-инвестиционную блокаду, даже самые последние либералы не могут брать серьезные внешние займы, и соответственно отрицательная сальда инвестиционных доходов, то есть в первую очередь выплаты по внешнему займу, тоже очень серьезно сократилась с 58 до 32 миллиардов долларов. То есть это хорошая новость. В стране стало оставаться больше валюты, но, во-первых, это улучшение платежного баланса крайне неустойчиво, потому что фундаментом его является все равно внешняя торговля, а там у нас плохо. Ну и, во-вторых, уже появились такие лакировщики действительности, которые стали нам рассказывать, что курс рубля зависит якобы не от нефти, а от платежного баланса, а от положительного сальда, то есть от того, сколько денег остается в стране. Но, во-первых, это не соответствует реальности, потому что денег в стране в 2015 году осталось больше, чем в 2014, а рубль почему-то валился дальше и валится и сейчас ударными темпами. И самое главное, ведь дело же не в том, где осталось сколько денег, дело в том, что с этими деньгами делать. Если эти деньги тупо замораживаются в международных резервах Банка России, то эти деньги не помогают стабильности рубля. В прошлом году, вы не поверите, за 2015 год у нас увеличились международные резервы, не на много, на миллиард с лишним, но за 2015 год, который кажется ужасным, тяжелым. Единственное, что его оправдывает, то, что 2016 год будет тяжелее, международные резервы выросли, они сократились. Но никому легче от этого не стало, потому что деньги не направляются на развитие страны. Что касается стабильности валютного курса, то это целиком и полностью рукотворное дело, рукотворное результат действий нашего Банка России, который полностью самоустранился, на мой взгляд, от исполнения своей конституционной обязанности. Да и его руководители об этом говорят с конца 2013 года, не скрываясь. Именно этим вызвана катастрофа наша валютная. Потому что есть критерий РЭДДИ, международно признанный, сколько нужно денег в стране, чтобы обеспечивать стабильность валюты. Вот этот критерий был выработан по итогам кризиса 1997-1999 годов. Критерий очень простой. Это трехмесячный импорт товаров и услуг, плюс годовые выплаты по внешним долгам. У нас международные резервы, пусть даже и сократившиеся в 2014 году, они на протяжении последних двух лет все время были почти в два раза выше этого критерия РЭДДИ. Сейчас, чтобы обеспечить стабильность рубля, причем не на уровне 80 рублей за доллар, а на более низком уровне, нужно иметь 193 миллиарда долларов. Все остальное, более 150 миллиардов долларов, можно направить на развитие страны. Вот этого не делается. Это принципиальная установка российских либеральных властей. И с этим я повторяю телефоны опроса. Значит, плюс 7, 495, 134, 21, 35. Для нормальной жизни нужно действовать так, как говорит Глазьев. Нужно ограничивать финансовые спекуляции и обеспечивать производство дешевыми кредитами, обеспечивая развитие. Плюс 7, 495, 134, 21, 35. Второй ответ. Для нормальной жизни России нужно продолжать осуществляемую сейчас либеральную политику. Плюс 7, 495, 134, 21, 36. Повторюсь. Плюс 7, 495, 134, 21, 36. И, наконец, третий ответ. Нормальная жизнь в России невозможна, поэтому не надо ничего предпринимать. Плюс 7, 495, 134, 21, 37. Давайте я буду называть только последние цифры, чтобы экономить время. 37. Последние две цифры. Теперь давайте ваши ответы. Да, дорогие друзья. Значит, тут есть милые товарищи, которые думают, что если они будут писать гадости, то они про меня лично или про моих друзей, то они разрушат мою психику, я сделаю какую-нибудь глупость в эфире. Знаете, может быть, я и сделаю какую-нибудь глупость в эфире, но подобными методами у вас ничего не получится. Приведите, пожалуйста, пример успешного ограничения финансовой спекуляции в развитых странах за последние несколько десятилетий. Очень правильный вопрос. Самое простое, самое известное, это закон Гласса-Стигала, который был введен в Соединенных Штатах Америки в условиях кошмара Великой Депрессии и который сыграл очень большую роль в прекращении Великой Депрессии, в нормализации американской экономики. И Америка стала тем, что мы знаем сегодня, именно благодаря закону Гласса-Стигала в первую очередь. Смысл очень простой. Все финансовые институты делятся на две категории. Одни называются инвестиционными банками и могут заниматься финансовыми спекуляциями, работать на фондовых рынках, на фондовой бирже в первую очередь. Другие называются коммерческими банками и работают с деньгами предприятий и населения, с кредитованием реального сектора, торговлей и всего-всего остального. Между ними железобетонная стена. Этот закон был отменен, знаете, когда? В 99-м году. Да, его научились обходить, да, было много способов, так сказать, обходить ограничения. Никакое ограничение не работает на 100%. Достаточно, чтобы оно работало на 90%. В Японии также задача решалась по-другому. В Японии всем банкам очень жестко ограничили структуру активов. То есть банк определенный процент может вкладывать, обязан вкладывать в государственные облигации, определенный процент может вкладывать в ценные бумаги японских корпораций, определенный процент в ценные бумаги международных корпораций, определенный процент он должен направлять своих активов на кредитование японской экономики, и так далее, и далее, и так далее. Это другой способ ограничения. Есть, наконец, кризисный способ ограничений, это прямые запреты, прямые ограничения разной степени жесткости. В предельно жесткой форме они существовали в Советском Союзе, где просто, если у вас находили валюту, вы, так сказать, с высокой степенью вероятности шли в тюрьму, они существуют в сегодняшнем Китае, но в Западной Европе, в развитых странах Западной Европы после войны, вплоть до конца 70-х, а в некоторых странах до конца 80-х годов, в смягченной форме эти ограничения существовали и действовали достаточно эффективно. Хотя, конечно же, всякие ограничения обходились и законы нарушались, это нормально. Так что есть разные принципы, вернее, есть разные методы реализации этого принципа. Какой способ мы выберем? Не критично. Но мы должны понимать, что в условиях, когда происходит падение рынка, в условиях, когда происходит бегство капитала, то, что наше бегство капитала сократилось в разы в 2015 году по сравнению с 2014, ничего хорошего нет, потому что просто бежать уже нечему. А в этих ситуациях вполне возможны, так сказать, чрезвычайные меры, они должны осуществляться. В тишайшей безупречной рыночной Великобритании, когда в 2010 году Евросоюз задумался о не обанкроте, в 2011, не обанкроте, если им случайно Грецию, это было серьезное обсуждение, это вызвало панику на финансовых рынках Евросоюза. Также по нам эта паника ударила. Великобритания очень четко сказала, что, дорогие господа, если у вас с евро будет происходить непонятно что, мы введем ограничения на приток и отток капитала, на трансграниченное движение капитала в Великобританию. Безупречно рыночная страна со свободно конвертируемой валютой. Одна из пяти свободно конвертируемых валют мира – это британский фунт стерлингов. Все у них прекрасно. Да, никакого коммунизма нету, никакой диктатуры нету, но если возникает угроза экономике, если возникает угроза благосостоянию граждан из-за колебаний финансовых рынков, без тени сомнения, самые отмороженные рыночники идут на ограничения, на все, которые необходимы. Потому что, если, конечно, они служат своему обществу, а не глобальному бизнесу. Наши, насколько я могу судить, служат не народу России, а глобальному бизнесу. Это принципиальное отличие, из-за которого мы, собственно говоря, и страдаем. Ну, можно еще вспомнить про ограничения, как у нас возились в 1998 году, когда была очень тяжелая ситуация. Правда, господин Сюланов уже нам намекнул всем, что они могут довести ситуацию до аналога 1998 года, с них станется. Я им вполне, так сказать, в этом отношении доверяю. И тогда была, так называемая, нулевая валютная позиция, когда можно было торговать валютой совершенно спокойно на валютном рынке. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что разговоры о запрете хождения доллара, которые начали идти в день воссоединения России с Крымом 18 марта 2014 года, являются не более чем информационной войной. Потому что никто этого делать не будет по целому ряду самых разнообразных причин. Просто зафиксируем, что это невозможно в сегодняшней России. Это информационная война, которым пытаются разрушить нашу психику, точно так же, как парочка клоунов пытается сейчас безумными комментариями разрушить мою психику. Другое дело, что с обществом такие фокусы проходят. Так вот, осенью 1998 года, когда все было страшно, когда международные резервы не превышали полутора миллиардов долларов, когда действительно мы бегали по всему миру с протянутой рукой в поисках 100 миллионов, потому что платить было нечем, бюджет был украден практически весь, это и было корректно названо дефолтом. А вот в этой ситуации банки могли свободно торговать на валютной бирже, но банк должен был уходить в конце рабочего дня с биржи, с той же самой суммы валюты, с которой он приходил на этот рынок, или с меньшей суммой. То есть, можно было спекулировать как угодно, но внутри одного рабочего дня. Покупать валюту можно было либо под импортные контракты, либо под выплату внешнего долга, при условии, что у соответствующей корпорации не было свободных остатков валют. Это жесткое регулирование. Естественно, любой грамотный человек, сейчас, пока я говорю это, он уже представил себе 3 или 4 способа обхода этого ограничения, естественно, они применялись, но тем не менее, в целом это ограничение сработало, и мы выжили, в том числе, благодаря этому ограничению. Вот как можно ограничивать спекуляции? Мягко, жестко, корректно, менее корректно и так далее. Насколько Глазьев может быть эффективным в рамках действующей извращенной системы без изменения Конституции? Вы знаете, если государство начнет служить России, народу России, нам с вами, а не глобальному бизнесу, это уже будет неизвращенная система. Я назвал Глазьева как символ, как человек, который это открыто говорит, и который подвергается в результате этого не менее открытым нападкам. Он стал некоторым символом, но даже у нас в государстве огромное количество вменяемых людей, которые то, что я вам сейчас изложил, могут изложить на значительно более профессиональном языке, правда и более сложном, и уже подложить нормативные акты под них. Просто, если они это сделают сейчас, они будут уволены. Великобритания не просто рыночная страна, но это страна, где коррупция и финансовые махинации государственными деньгами на самом деле преследуются по закону. Вы знаете, речь не о соблюдении действующего законодательства. Речь идет о том, что люди проявили готовность ради своего народа подорвать глобальный бизнес. Огромное количество стран, в которых коррупция тоже преследуется по закону, достаточно жестко, это количество стран, в общем-то, так и никогда и не стало развитыми, и рухнуло, в том числе и в коррупцию, потому что их руководители испугались защищать свой народ против глобального бизнеса. С другой стороны, как устроен закон в Великобритании, можно судить по делу Березовского. Человек вроде бы покончил жизнь самоубийством, общественно значимая фигура не только для России, но на самом деле и для Великобритании, и все засекречено, никто ничего не знает, вот вам гласность и прозрачность. Так, да, обострились у нас, сильно обострились у нас, так сказать, уважаемые товарищи. Вот, и поэтому, раз уж мы заговорили о международной политике, я хотел бы заговорить о том, что у нас сейчас происходит в мире, потому что в мире происходят очень серьезные, очень драматические события, и при том, что, скажем, Давосский экономический форум, он, в общем-то, перестал быть мало-мальски значимым, но Давосский экономический форум остается серьезным событием, и сейчас в разгаре его цессия, и на самом деле темы, которые они там обсуждают, отчасти для нас являются непонятными. Это большая трагедия, потому что мы действительно не вполне понимаем, о чем говорит развитая часть современного мира. Вот самая главная тема, вы знаете, это не мигранты, не миграционный кризис, что с нами очень понятно, и когда европейцы начинают говорить про миграционный кризис, мы чувствуем, что мы действительно развитые люди, мы действительно вменяемые люди, а в Европе папуасами являются не те, кто бежит через границу от войны, голода или для того, чтобы создать в Европе халифат, а в Европе папуасами являются значительной частью европейских политиков, которые не понимают, что происходит, и ради политкорректности готовы уничтожить свои народы. Но главная тема – это небывалое развитие интеллектуальных машин. Объявлена официальная тема освоения плодов четвертой индустриальной революции, но это означает смешение технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами. Грубо говоря, цифровые технологии и интернет приходят в реальную жизнь и преобразуют ее уже до неузнаваемости. Первый плод этого мы кушаем последние пять лет – это сланцевая революция, потому что сланцевые технологии – это результат революции в компьютерной обработке данных. Там бурение прежнее, и физика прежняя, там по-другому обрабатываются данные. На основе, кстати говоря, достижений советской математики неопределенности. Но огромное количество практических приложений, того, что мы называем гаджеты, оно преобразует жизнь. Да, есть термометр, когда вы просто прикладываете пленку к руке и получаете свой медицинский диагноз, но это прикладные результаты. А есть изменения, которые меняют сам образ человеческой жизни. Меняется сам человек. И об этом в кулуарах Давоса не все, не пять тысяч, но несколько десятков человек уже говорят. А мы в этом разговоре не участвуем, потому что у нас некому об этом разговаривать, к сожалению. Экономика! 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова Делягин. И давайте возьмем один звоночек. Надеюсь, что вы не будете устраивать флешмоб, как мне однажды сделала на радиостанции, когда позвонило 10 человек, и все они были Михаилами. Давайте возьмем звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вот ваше высказывание по поводу ареста Юрия Игнатьевича Мухина в Крыму. Неужели это либералы так боятся проведения референдума об ответственности власти перед народом, что пошли на его задержание? Ну, я должен сказать, что Юрия Игнатьевича-то отпустили довольно быстро, а его товарищи действительно менее известные, поэтому вызвавшие меньше эмоций общества, они действительно попали в СИЗО и сидели там долго. Честно говоря, я не знаю, какая ситуация там сейчас. Я думаю, что это не либералы в области экономики, но ведь либерально ориентированные люди у нас есть и в силовых структурах, и в правоохранительных органах. И, безусловно, идея о том, что государство должно нести ответственность за последствия своей деятельности, и если я преступник, то я не могу определять политику государства, для некоторых части наших чин уж действительно является абсолютно неприемлемой. Я допускаю, что, может быть, кто-то допустил какие-то опрометчивые высказывания, у нас же сейчас по 282 статье все что угодно можно оформить, почти все что угодно, но смысл этого мероприятия абсолютно понятен, и очень обидно, что это случилось именно в Крыму, потому что в украинские времена Юрий Игнатьевич привык отдыхать там совершенно спокойно. Но вместе с тем нужно понять, что в Крыму сейчас большая боязнь диверсий, и диверсантов там ловят, что крымчане, отстояв свою свободу от нацистского террора, в общем-то находятся в состоянии повышенной бдительности, и это, естественно, у спецслужб это вполне может проявляться в возвращенной форме. Я помню, как я в аэропорту Симферополя попробовал сфотографировать самолет, это было предельно вежливо, предельно корректно и довольно неприятно. Давайте следующий вопрос. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мне не совсем понятно, как в вашей концепции развития экономики учтен такой важный фактор. Ведь разворуют все. Ведь русский человек вор. Значит так, уважаемый коллега, давайте не будем заниматься разжиганием межнациональной розни. Я уже боюсь. Стоило мне сказать про дураков, которые пишут на сайт, их там набежало штук 50, стоило мне сказать про 282-ю статью, как уважаемый человек начал себя под нее подводить ударно. Давайте зафиксируем, что есть особенности национальной культуры. И наша культура действительно, к сожалению, более толерантна к коррупции, чем, скажем, немецкая или голландская. Но уж точно более, мы более толерантны к коррупции, чем какие-нибудь немцы или голландцы. Но, знаете, мы точно менее толерантны к коррупции, чем, например, грузины. Или китайцы, где в Китае коррупция это просто было национальным обычаем. Естественно, деловая транзакция, никто не рассматривал ее как что-то плохое. И, вы знаете, не только в маленьком Сингапуре ее очень сильно ограничили, но даже и в огромном континентальном Китае, где население сильно превышает не только грузинское, но и российское, коррупцию ограничили тоже очень сильно. Есть такая замечательная страна Соединенные Штаты Америки. Вот если вы смотрите голливудские фильмы, там очень часто ведут рекламу Нью-Йоркского департамента полиции. Даже в фильме «Люди в черном один» эта реклама проходит очень ярко. Почему? Потому что несколько десятилетий, как было установлено юридически, Нью-Йоркский департамент полиции был не просто коррумпированной структурой, но был, по сути дела, криминальным сообществом, которое было теснейшим образом срочено. Не просто с какими-то там прокурорами, но и с судебной системой, и с политической системой. Нью-Йорк, при том, что это был деловой центр, был единым коррупционным клубком. Этот клубок разорвали. Да, на итоге, в конце концов, разорвали благодаря усилиям очень харизматичного, энергичного мэра города Нью-Йорка, но возможности для этого создал президент Никсон при помощи законодательного регулирования. Я мельком сказал о борьбе с коррупцией, потому что я могу говорить об этом бесконечно. Когда-то был помощником министра внутреннего дела Российской Федерации. Но есть два шага, которые самую грязную, самую прогнившую, самую омерзительную структуру переводят в режим самоочищения. Потому что сотрудник спецслужб служит не за взятки, он служит за звездочки, каким бы плохим он ни был. И ради звездочек он сдаст любого и посадит любого. Потому что он наивно думает, что потом он будет вымогать взятки у кого-то еще. Я говорю, естественно, о коррумпированных людях, а не о хороших людях, которые там тоже есть. Так вот, первая мера, то, что сделали американцы в рамках законов РИКО, пакт законов о борьбе с мафией. Если член мафии, а коррупция власти всегда организованная преступность, не сотрудничает со следствием, у его семьи конфискуют все активы, включая легализованные, включая то, что он купил формально добросовестно. Оставляя социальный минимум. И это разрывает внутреннюю сплоченность. Это сразу разрушает экономическую базу организованной преступности. Потому что люди нормальные и большинство, ну скажем так, критически значимая часть, предпочитает рискнуть своей жизнью сотрудничать со следствием, но не обрекать свою семью на нищету. Это трагедия, но, к сожалению, борьба с коррупцией действительно более трагична, чем комична. И второе, то, что сделали итальянцы, никогда не устану это повторять в рамках закона, в рамках операции «Чистые руки», они ввели правило, что если взяткодатель сотрудничает со следствием, то он, с него снимается вся ответственность. Не как у нас сейчас, когда сначала следователь решает, стоит ли снижать вашу ответственность, потом судья решает. И речь именно о снижении ответственности, а не о полном освобождении от нее, и это зависит от решения двух несвязанных друг с другом людей. А в Италии был введен автоматический механизм, причем не явки с повинной. Вот человек, бизнесмен, который давал взятки, он бегал от правоохранительных органов, он скрывался, он прятался, но его ловили, прижимали к стенке и говорили, родной, мы знаем, у нас есть данные оперативно-розыскной деятельности, что ты давал взятки 20 чиновникам. Значит, сдаешь пять из них по своему выбору, ты свободен, уважаемый человек, и просто больше не греши. Вот как работало это в Италии. И это разорвало круговую поруку между организаторами коррупции, чиновниками и их жертвами-бизнесменами. Ну, или между теми, кто берет взятки, и те, кто их дает. Вот эти два метода, эти две меры, они очень простые, и они абсолютно неубиваемые, потому что абсолютно коррумпированные люди, абсолютно разложившиеся люди, просто ради своего служебного роста, который у чиновников является главным мотивом, начинают осуществлять действия, которые уничтожают коррупционную систему. Система вступает в режим самоочищения. Остальные меры очень хорошие, необходимы. Я за Конвенцию ООН, правда, я не очень понимаю, сколько с этим мы будем выполнять Конвенцию ООН, когда, по моему ощущению, у нас Конституция не выполняется. Я за отчетность о расходах не только чиновников высокопоставленных, но и их близких. Более того, я считаю, что любой человек, который занимал после 90-го года, даже после 88-го года, когда у нас начался разгул коррупции, должность высшей начальника департамента федерального ведомства, он должен объяснить, откуда у него возникли любые активы с того времени, суммы более миллиона долларов. Если он не может объяснить, откуда они возникли, он не должен занимать никакие государственные должности, он должен быть лишен права участвовать, выдвигаться на избираемой должности, он должен быть лишен права преподавать общественные дисциплины. Это принципиально важно, потому что побывал я на некоторых лекциях в юридических вузах, где детей учат правильно давать взятки и правильно нарушать законы. Вот это недопустимо. Но говорить о том, что русские уроды, вы знаете, я против 282-й статьи, но за это я бы оформлял лично. Точно так же, как это касается в отношении других национальностей. Нет другого способа уничтожить страну, кроме как разжигать межнациональную рознь, в том числе и в этой форме. И нет более эффективного способа уничтожения народа, чем приливать ему комплекс неполноценности. Когда говорят про индекс Transparency International, давайте внимательно слушать госпожу Панфилову, которая его, собственно говоря, и считает. Она всегда говорит, что это индекс не коррупции. Это индекс восприятия коррупции. И то, что мы там на последних местах где-то с Таджикистаном, это признак того, что мы живы, что мы коррупцию не приемлем. Коррупция у нас поменьше, чем во многих странах других культур. Но мы ее активно не приемлем. Вот если бы мы были по этому рейтингу наравне с Данией, вот это была бы катастрофа, потому что это означало, что мы примирились бы с коррупцией, перестали бы ей возмущаться. А пока мы демонстрируем негодование по этому поводу, у нас все удовлетворительно. У нас есть возможность решить эту проблему, как решили ее не только многие цивилизованные нации, но и многие нации, которым современный Запад отказывает в праве на цивилизованность. Давайте еще один звоночек возьмем. Алло. Да. Алло, добрый день. Сергей Скумцев. За нашу экономику отвечают все и никто. Как вы считаете, не лучше, если господин Путин перейдет только в экономику? Потому что внешнеполитическое министерство обороны у нас работает отлично. А он будет отвечать за экономику, за безобразие. Понятно. Давайте бросим человека на прорыв. Вы знаете, я исхожу из того, что можно научить пирожника отачать сапоги. Но лучше пусть он печет пироги. В России есть специалисты в области экономики. И при том, что я экономист, я согласен с Ельцином в том, как он в свое время сказал, не царское это дело заниматься экономикой. Не может один человек подменить собой государство. Я не очень согласен с тем, что у него все хорошо получается с обороной. То, что стало лучше, чем было при Сердюкове, это как бы не стал бы говорить, что это отлично. Но президент страны должен заниматься стратегией. Стратегия. Рузвельт говорил, моя работа это определять стратегию, подбирать кадры и воодушевлять народ. Все. Три функции. Поэтому задача президента подбирать кадры и для обороны, и для внешней политики, и для экономики. То, что он сам пытается чем-то заниматься, это ему огромный плюс как человеку и огромный минус как руководителю. Вот есть нормальный экономист. Кого-то я знаю, кого-то я не знаю. Но поверьте, что любой нормальный бизнесмен, при том, что я критически отношусь к российскому бизнесу, даже любой злоупотребляющий монопольным положением, был бы на посту министра экономического развития лучше, чем помощник Гайдара, бывший. Просто потому, что он знает, как устроена экономика. Если кто-то любит президента, это не значит, что его нужно разорвать на части и поручить ему выполнять любую функцию. Сталин юридически доказал, что один человек, даже гениальный, не может заменить собой государство. Собственно, поэтому человечество государство и придумало. Так, давайте еще один звоночек возьмем. Я отрабатываю за прошлый раз. Как бы исправляю грехи прошлого раза. Алло? Да. Добрый день. Да, спасибо. Конечно, мы очень хорошо рассуждаем экономику, но все, но в положении, когда мы оккупационная страна, мы же колония практически. Поймите, что вот этот рубль, который у нас происходит, он же оккупационный. Помните, как был в Германии? Был рейхсмарк, а была, как говорится, рейхсмарк. Ой, понятно, понятно. Только, ну, во-первых, оккупационная марка в Германии была намного более твердой, чем рейхсмарк, во-первых. Во-вторых, расскажите мне, пожалуйста, если рубль оккупационная марка, то что же выполняет функцию рейхсмарк? Ну, и самое главное, вот эта вот тема, что, ах, нас оккупировали, а этот способ не более, чем снятие ответственности с действующей властью. Ну, в самом деле, ну, какие можно предъявлять претензии господину Грефу, извините, Греф уже не в государстве, там, господину Улюкаеву, Шувалову, Медведеву, Дворковичу, когда они не отвечают ни за что, они типа оккупированы, значит, господа. Да, оккупированным был Ирак, оккупированным был Афганистан с 2001 по 2014 год. Вот, оккупированной является значительной частью территории Сирии, но Россия оккупированной не является, давайте не будем заниматься подтасовками. То, что у нас есть нарушение закона, то, что у нас есть нарушение не только буквы, но и духа закона, что значительно, на мой взгляд, хуже. То, что наша правящая тусовка в значительной степени служит не нам, а глобальному бизнесу, в том числе против нас, это не называется оккупацией. Но российские либералы, привластные, они могут начать служить России. Им не позволяет служить России ни пистолет, приставленный к виску, и ни угроза судебного преследования, ни угроза увольнения. Им мешают служить России, на мой взгляд, их личные интересы. Вот, когда у человека все на Западе, и активы, и бизнес, и семья, и не только семья, и дети, когда, хуже того, даже есть люди, у которых на Западе ничего нет, но они искренне считают, что Запад это источник истины, и других источников истины в природе не существует. Можно говорить, что это ментальная оккупация, но это не более, чем художественный образ. Вот, давайте не будем оправдывать наших коррупционеров, давайте не будем оправдывать людей, которые разрушают нашу страну политикой образца 92-го года, выдумывая разнообразные красивые сказки. А то есть тут один депутатик Государственной Думы, который рассказывает, что президент Российской Федерации ведет партизанскую борьбу, чуть ли не лично скрываясь по оврагам. Да, давайте уважать собственный разум, или, по крайней мере, то, что от нее осталось. Вопрос, очень правильный вопрос. А что ж вы, патриоты, не ставите вопрос об импичменте гаранту Конституции, если Конституция не выполняется? Я объясняю, в какой степени она не выполняется. С моей точки зрения, Конституция гарантирует гражданам право на жизнь. Право на жизнь должно быть обеспечено, я как экономист говорю, гарантированием прожиточного минимума, на который можно прожить. Когда в стране почти 20% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, юридически они медленно умирают. Право на жизнь у них нет. С моей точки зрения, это нарушение Конституции. Но самое страшное, что у нас законодательно не закреплен гарантированный прожиточный минимум. Вопрос. Что же вы не уничтожите? Я перефразирую вопрос уважаемого господина Петрова, который я задал. Что же вы не уничтожите свою страну, если она так плохо устроена? Давайте будем реалистами. А люди, которые считают, что русских надо убивать, потому что им не нравится Путин, этим людям, эти люди себя из России вычеркнули. Но люди, которые считают, что нам нужно поступить с собой, как украинцы поступили с собой, потому что нас не устраивает руководство страны, эти люди все еще считаются вполне респектабельными и нормальными людьми. К сожалению, политика, это очень циничная фраза, я ее не люблю, но это правда, это искусство возможного. Мы действительно можем сейчас разрушить свою страну. Мы можем устроить Майдан, и западные коллеги нам помогают очень сильно. Я думаю, что репетиция будет уже этой осенью в Екатеринбурге. И некоторые, так сказать, косвенные признаки на это показывают. Но, во-первых, плох не президент. Президент-то, скорее, хорош для данной ситуации. Второе, плохая система, которая у нас сложилась в конце 80-х. И бороться нужно не против лиц, а против системы, которая не позволяет нам влиять на управление государства в наших интересах. Которая превращает государство в слугу глобального бизнеса, на мой взгляд, который уничтожает Россию. Это и вопрос системы, а не личности. Что бывает, когда в рамках системы обрушиваются наличности, мы видели на примере господина Януковича. Является ли господин Янукович вором? Думаю, что да. Но украинцы, которые очень не любят Россию и очень любят Майдан, сегодня соглашаются с тем, правда, не под камеру, не под диктофон, но они соглашаются с тем, что господин Порошенко ворует значительно больше, чем господин Янукович. И коррупция в результате этого сильно выросла. И самое главное, российские либералы активизировались и обрушились с критикой на президента Путина ровно тогда, когда президент Путин начал совершать правильные с точки зрения интересов России действия. Вот когда президент Путин помог двум и трём десятым миллионов человек спастись от нацистского террора, мы действительно считаем праведниковыми, мы действительно страшно любим и страшно уважаем людей, которые во время нацистского террора спасали отдельных людей, рискуя своей жизнью. Вот благодаря Путину Россия спасла от нацистского террора 2,3 миллиона человек, которые живут в Крыму. Точнее, позволила им спастись самим. Помогла спастись. Но это было абсолютно неприемлемо для глобальных монополий, для Запада. И именно поэтому либералы сейчас ведут, по сути дела, крестовый поход против России, разрушая, в том числе, стараясь разрушить наше государство. Значит, не надо передёргать. Я не говорю, что царь хороший. То, что президент делает правильные вещи, это не значит, что он хороший. И вообще, хороший или плохой, это не к политическому деятелю. В конце концов, господин Медведев, госпожа Набиулина, господин Улюкаев и все остальные, назначены не господином Обамой, да, а не назначены президентом Российской Федерации. Я считаю это ошибками опасными, смертельно опасными, которые вызваны невниманием к ключевой сфере экономики. Мне, как экономисту, это очень обидно. Но притворяться слепо-глухонемым капитаном сверхдальнего плавания, который не знает, почему либералы обрушились с критикой на Путина, который не понимает, что Путин стал неприемлем для либералов, тогда, когда он начал пытаться создавать Россию и пытаться прекратить ее уничтожать. Вы знаете, я не могу притворяться условным господином Кудриным. Меня все-таки в школе еще учили. Вот. Тут просят показать хотя бы одну газовую камеру на Украине. Ну, во-первых, нацизм это не обязательно газовые камеры. В Венгрии, в Румынии времена фашизма газовых камер не было. Но если кто забыл на Украине дом профсоюзов в Одессе, кто забыл массовое убийство людей нацистами в Киеве во время Майдана, тогда кроме небесной сотни исчезло без следа еще около трех с половиной сотен. Да? Тот обрекает себя на повторение этого. Так что, дорогие друзья, если наше государство толерантно и корректно относится к нацистам, которые захватили власть у соседей и которые осуществляют нацистскую, по сути дела, политику, ну да, вместо евреев там выступают русские. Москалии, ватники, колорады, русаки и так далее. Русня. Да, это отличие. Но нацизм это в данном случае это русофобия. И в данном случае, на мой взгляд, это торжествует на Украине. Итак, дорогие друзья, мы переходим к результатам голосования. Меня они порадовали. Единственное, я хочу сказать раз и навсегда, более чем полутора сотня уважаемых радиослушателей, если вы будете несколько раз подряд голосовать с одного и того же телефона, это мартышкин труд. Это вам не поможет, повторное голосование не засчитывается. Можете голосовать с разных телефонов, если вам так хочется. Значит, результаты голосования. 73% наших радиослушателей считают, что для обеспечения нормальной жизни российскому руководству нужно действовать по рецептам условно-глазьего. Ограничение финансовых спекуляций, дешевый кредит, благодаря этому ограничению, и развитие экономики. 20% считают, что нормальная жизнь в России невозможна, можно не рыпаться, потому что ничего не получится никогда и ни у кого. Я понимаю этих отчаявшихся людей, и я должен сказать, что для сегодняшнего курса доллара и для вчерашнего уровня инфляции, для падения уровня благосостояния, которое для 90% населения, по моим оценкам, составило 30% только за прошлый год, но как минимум 25%. Это не так много. Ну и 7% считают, что для нормальной жизни в России нужно продолжать либеральную политику в стиле Гайдара, Медведева, Шувалова, Набиулина и так далее. Это стандартное отклонение. Я думаю, что если мы будем задавать какие-нибудь вопросы о других отклонениях, об отклонениях в другой сфере, то тоже 5-7% будут голосовать за любое отклонение. Это нормально. Это признак того, уважаемые коллеги, что наше общество, при всем, что я про него говорю и думаю, является нормальным. И распределение различных оценок в нем подчиняется математическим закономерностям. 5% это доля любого отклонения, и 7% это ненамного это превышает. Дорогие друзья, я очень рад, что данный опрос показал, с одной стороны, высокую степень адекватности нашего общества. 73% знают, что нужно делать, и я надеюсь, что вы правильно проголосуете на этих выборах, предстоящих нам. Ну и сторонников действующего курса это только 7%, что, в общем-то, свидетельствует о том, что у нас гибкое общество, которое при резком изменении потребности ситуации сможет правильно отреагировать. С чем я нас и...